Школьники Хабаровского края стали победителями всероссийского конкурса «Большая перемена» проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». В нем участвовало более миллиона подростков со всей страны. Это состязание на выявление лидерских качеств, меня работать в команде и создавать в теории проекты, которые на практике могут быть полезны для всего мира. Подробности сейчас расскажем. Десятиклассник Виктор Бартюк свое будущее хочет связать со сценой. Около 10 лет он занимается в театральной студии, выступает, проводит мероприятия. В этом году стал финалистом всероссийского конкурса «Большая перемена». На одном из этапов его команде предстояло придумать что-то, что поможет бороться с сахарным диабетом. Так совпало, что летом это заболевание обнаружили у самого Вити. Мы сделали футболку, которая реагирует на ферменты, которые выделяются при очень сильной запущенной стадии сахарного диабета. Когда человек не знает, что у него сахарный диабет, он начинает себя очень плохо чувствовать. Очень плохо, вплоть доходит до комы. Я столкнулся сам с такой ситуацией. К большому сожалению, я не знал, что у меня сахарный диабет. И так получилось, что я почти был в предковом состоянии. Конечно, сшить высокотехнологичную футболку за один конкурсный день, тем более школьникам, невозможно. Ребята придумали пока только проект. Но их задумку и командную работу высоко оценило жюри. Витю пригласили на финал, который проходил в ноябре в Международном детском центре «Артек». К сожалению, в финал я не поехал по причине коронавируса. И вот за 6 часов до полета я узнал, что у меня антитела IGG. И все не пускают в «Артек» с такими антителами. Но организаторы конкурса сделали для исключения. Для людей, болеющих коронавирусом, которые прошли в финал, нам разрешили поехать на следующий год в финал в Москву. От Хабаровского края в финал «Большой перемены» вышло 10 человек. Четверо из них стали победителями. Ребят пригласили на прием к Михаилу Дегтяреву. Он вручил школьникам подарки, поблагодарил за высокие результаты на всероссийском уровне и отметил, что в их руках будущее Хабаровского края. В приоритетах развития экономики выходит на первый план человеческий капитал, потому что никакая экономика без людей, которые генерируют изменения, которые заняты в экономике, ничего не происходит. Это стратегический приоритет правительства Хабаровского края. Ребята, в свою очередь, смогли задать главе края вопросы. Когда мы были маленькие, мы все мечтали кем-то стать. Вот я мечтал быть космонавтом. А кем мечтали быть вы? Так я тоже космонавтом. Не, я правда хотел полететь в космосе. Уверен, полечу. Я хотел, правда, в следующем году, но не получается. Михаил Дегтярев отметил, что в крае есть что развивать и пожелал ребятам найти себя именно на малой родине. Анастасия Незнанова, Василий Ермаков. Смотри Хабаровск. В заключительном этапе всероссийского конкурса «Большая перемена» победителями стали Никита Свирин из Хабаровска, Роман Дружинина из Комсомольска на Амуре, Ксения Колповская из рабочего поселка Хор и Дарья Давыдова из Мухета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова